Дорогие соотечественники, добрый вечер! Мы обещали в прошлый раз продолжить ту тему, очень важную для всех нас, тему истории создания великого предательства Первой Демократической Молдавской Республики. С Виктором Степаником и с вами мы договорились, что сегодня мы продолжим обсуждение этой очень важной исторически поучительной темы. Кто не выучивает уроков истории, тот вляпывается второй раз в те же коллизии, иногда с более печальными последствиями. Поэтому история, вопреки разным мнениям, одни говорят, что история это просто расследование, другие говорят, что история это просто очень интересные какие-то события, что это мать мифологии и многое чего другое. Для нас, прежде всего, история, книга истории, это книга жизни, книга уроков, уроков уникальных, которые касаются нас и наших предков. Это книга великих побед и великих предательств. Итак, у нас в студии Виктор Степанюк, один из наиболее углубленно изучивших эту историю, история великого создания, великой победы нашего народа и ее великого предательства. Виктор Федорович, я вас приветствую. Итак, напомним хронологию, то, что было в предыдущей передаче, и посмотрим, как в той турбулентной, в невероятно, я бы сказал, агрессивной такой среде, когда ломались старые истории, ломались империи, когда возникал новый мировой порядок, что произошло в это время у нас на территории нашей Молдавской Республики. Мы с вами в прошлой передаче говорили о феномене Молдавской Демократической Республики. Мы говорили с вами о том, что эта республика появилась в результате... Легитимного волеизъявления народа? Да, распада Российской империи, двух русских революций, большого массового движения за суверенитет, за мир, за аграрную реформу и так далее. Появляется многопартийность тогда, летом, осенью 1917 года. И в конце концов, здесь, на территории Бессарабии, в результате вот этого движения появляется интерес к созданию Молдавской Республики. Примером для молдаван служили литовцы, украинцы, финны, поляки. За Кавказские Республики. Да, которые в то время как раз тоже начали создавать на руинах Российской империи, значит, свои государства. Одновременно, надо сказать, что Центр существовал, существовало временное правительство. Была идея создания Великой Федеративной России, которая должна была состоять вот из этих всех автономий, регионов, и в том числе из суверенных республик. И надо сказать, что на первом этапе, вот когда именно состоялись эти съезды крестьян, потом военный съезд, идея Федеративной Республики... Они напоминают эту идею Беловежской пущи, ведь тоже мыслили вначале. Безусловно, что-то так. Только так мыслило с СНГ. Эти процессы, вот мы видим, что они повторяются. Эти процессы каким-то образом повторяются, и вы правы, что нужно извлечь из этого очень важные уроки, выводы, чтобы не ошибиться, чтобы не совершить снова ошибки и так далее. И нужно сказать, что уже в октябре после этого съезда военного начинается формирование парламента, временного парламента Сфату Церии. И вот идея солдат, крестьян относительно республики, в принципе, она осуществляется, потому что 2 декабря 1917 года Сфату Церии, этот временный парламент, он, повторяю, это был временный парламент, он понимал, что у него полномочия все-таки ограничена. И мало того, насколько я помню любезно подаренным тобой книги Левитов, он подчеркивает, что они говорили, мы временные, все решит учредительный съезд. Учредительное собрание, да. Притом они начали говорить о двух учредительных собраниях. Первое, учредительное собрание Великой России, и второе, учредительное собрание... То, которое разогнали потом большевики караулу. Вот как раз мы об этом сейчас поговорим. Потому что это тоже сыграло такую, значит, интересную момент, да-да-да-да, роль. И надо сказать, что вот 2 декабря эта республика провозглашается, формируется не только парламент, но формируется, значит, временное правительство молдавское. Оно называлось... Директория, да? Совет директоров. Директор, я понял так, что и в России, и у нас по манеру французской революции. Обязательно. Правда? Очень похоже. Это было революционное время, и, конечно, революционеры копировали примеры, образцы, которые были. И надо сказать, что уже в течение декабря происходит, как мне кажется, самая главная вещь. Во-первых, государство не просто формируется, государство консолидирует свои органы власти. То есть все институты власти начинают так или иначе работать. Вот когда говорят, что это было эрзос государства, то есть это было таким мнимым государством, это неверно. Как и сейчас любят про нас говорить. Да, сейчас тоже говорят. У нас такое непонятно. Мы мало какой. Было принято около 100 законодательных актов. Были созданы органы власти. Я повторяю, и правительство, и банк, и национальная армия, и таможня, и милиция. Некоторые изменения в законодательных совместных органах власти. То есть все атрибуты государственности. Именно. Атрибуты республики. То есть разделение властей. Притом началась подготовка к проекту Конституции. То есть была создана комиссия конституционная, и она начала работать. Одновременно мы уже с вами говорили на прошлом, что, конечно, очень важные геополитические события происходили на фронте. Потому что это было все в условиях Первой муровой войны. Которая отнюдь не кончилась. Она не только не кончилась. Она обострилась ситуацией. Она обострилась ситуацией очень серьезно. Особенно после Ленинского декрета о мире. После того, как Советская Россия заявила о том, что она выходит из войны. И Антанта всположилась. Безусловно. И мы здесь оказались как раз на линии фронта. Заложники. Заложники, да. Особенно мы. И Украина частично. И прибалтийские страны, республики. Но мы в первую очередь. Потому что ситуация именно здесь была самой такой опасной. Как я вот наблюдаю. И как говорят специалисты в международной истории. Поэтому давайте смотреть реально хронологически, что происходит. После того, как создается 6-го числа января, создается правительство. Правительство начинает работать. Создаются воинские части. Они уже частично существуют. Но 26-го ноября, то есть за две недели до этого, Румыния подписывает перемирие с Германией. То есть с германским блоком. Румыния была в составе Антанта. Все знают. Они были со Францией, с Великобританией, с Россией. Были в едином блоке. И румынский фронт, основная его силу, это были русские армии. И когда русская армия, значит, частично выходит из войны. Другая часть большевизируется. И начинается полная анархия на территории Молдавской республики, на территории Украины. И главнокомандующий Щербачев остается верен старому правительству. Но именно он эту вот аннексию фактически и благословил. Да, надо сказать, что... Поэтому когда россияне говорят, вот вы тут предатели, вспомните о главнокомандующем Щербачеве, ребята. Конечно. Кстати, Советский Союз развалил не Молдаванин Ельцин, не Молдаванин Кучма и не Молдаванин Шишкевич. Да. Поэтому когда нас вот часто вот... Обвиняют в национализме иногда. Вот вы тут Молдаване кидали, ребята. А между прочим, вот этот путь на Европу, на Евросоюз, не в Брюссель нас скинул. История успеха, а теперь копейки не дают. Да. Поэтому поосторожнее обвинять своих предков. Я хочу сказать, что после этого Факшанского перемирия, когда Румыния попала в такую ситуацию, что ей надо было каким-то образом выжить. То есть Румынию на этом этапе можно понять. И именно тогда, в ноябре, ее можно понять. Стал вопрос о выживании государства. Стал вопрос о выживании государства. Большая часть государства была оккупирована немецкими войсками. И они остались... Русская армия уходит фактически. И оставляют один на один с немцев. И, конечно, Румынская армия была слабой. И они были вынуждены идти на перемирие. Первое время Антанта не давала согласия. Потом Антанта, надо сказать, что начала обещать Румынию. Мы дадим вам кредиты, мы вам дадим вооружение. Мы дадим дополнительные, только держите фронт. И после появления Украинской республики, ведь Украинская республика появляется 7 ноября. А тут роль Рада и Гайдамака. Обязательно. Больше того, появились на фронте эти национальные воинские части. И украинские были самые мощные, самые солидные. И надо сказать, что Украина тоже стала в позу против большевистского правительства. То есть, они начали вроде договариваться. А здесь политика Ленина и большевиков была очень противоречивой. То есть, вы знаете, есть декрет не только о мире, о праве... Наций на самоопределение. Да, право народа в России. Задолго, между прочим, до ООНовской декларации. Безусловно. Ленин в этом смысле выглядит как самый большой демократ тогда. Но политика уже самого государства, вот особенно в декабре месяце 17-го, была очень противоречивой. С одной стороны, они вроде говорят о свободе народов. Как Ельцин говорил, берите свободы сколько хотите. А чем кончилось? Но потом появилась, значит, была дана команда фронту. Вот именно этим, значит, большевистским организациям и здесь, в Бессарабии, и на Украине, значит, и на Румынском фронте взять власть. Взять власть надо было свалить, значит, этого Щербачева. Больше того, надо было, значит, идти против войск... Напоминаем, Щербачев был по-прежнему главнокомандующим Румынским фронтом, так назывался. Именно. Поэтому, значит, факт, что, как получили команду большевики взять власть, в Бессарабии они не могли, потому что советы были очень слабы. И мы на прошлом с вами говорили, есть конкретные документы... Крестьяне уходили домой. Да. И советы здесь были больше в воинских частях. И в некоторых городах. Они были в Кишиневе, они были в Террасполе, в Бендирок. Вот они были... Это из тех, кто сохранился в этом контингенте. Да. Да. Больше воинские части. Больше того, когда один комиссар, значит, большевистский, значит, приезжает с Петрограда, Рушаль, да, он здесь останавливается в Кишиневе, и когда он созывает этих руководителей Советов, он удивляется, что очень мало людей, где лидеры, и так далее. Ему начинают объяснять, что, вы знаете, к сожалению... Это не такая, как из Петрограда видно. Да, да. И сам Рушаль понимает, что основные силы все-таки на Румынском фронте. Он отправляется в Яссы, отправляется в Соколу. Там начинает этих лидеров большевистских собирать, воинских частей. Но нужно сказать, что генерал Щербачев после Фокшанского перемирия, он получает конкретную поддержку именно от Антанта, от Франции, что надо отодвинуть большевиков, надо их выгнать с фронта. И все воинские части большевизированные надо разоружить, отнять оружие, вы понимаете, удалить с фронта. И когда начался этот процесс, этот процесс генерал мог провести, генерал Щербачев мог провести только с гайдамаками и с румынской армией. Кто ему... Гайдамаки это от Рады и эти от румынской армии. Да. И нужно сказать, что сначала эти воинские части румынские не посмели, они боялись, все-таки русские армии были мощные. Они были в анархии, но они все-таки были мощные. Но у них там тоже был раскол. Мы с вами говорили о том, что часть были большевизированы, а часть ожидала, что временное правительство еще вернется, что будет какой-то порядок. Особенно офицерство. Да. Кроме этого, эти национальные части, они же тоже раскололись по национальному признаку и начали уходить с фронта. И вы понимаете, что Бессарабия попала вот она как... Между молотом и наковальней. Именно, что она была вот за спиной этого, за линией фронта. И здесь это все хлынуло в Бессарабии. Именно в декабре поток мощнейший. Но, получив команду расправиться с большевиками, она, сказать, что Чербачев был антибольшевиком. Он первые несколько дней, он еще в раздумьях был, не знал, как поступить и так далее. Но потому, после того, как ему и румынская армия обещали кредиты, деньги, новые вооружения, обмундирование новое... В смысле, Антанта обещала деньги, румынское правительство, продовольствие, многие вот эти вещи. Да. Ну и надо сказать, что он буквально остается руководителем румынской армии. Продолжает нести ответственность за румынский фронт. Не забываем, русский генерал. Я вам здесь хочу отметить следующее. После 6-го числа руководители Молдавской республики встречаются с французским послом, с американским послом, с британским. Больше того, французы 17 декабря открывают здесь консульство, показывают уважение к этой республике, показывают, что они будут признавать ее юридически на международном уровне. И так возникает следующий вопрос. О историографиях. Дело в том, что история есть история. Каждый пишет историю. Но он пишет историю, исходя из своей историографической и методологической позиции. Безусловно. Ну и не лишний вспомнить Данилевского. Каждый пишет историю, исходя из какой-то политической конъюнктуры современной. Что можно сказать? Об этом нужно сказать, что источники, значит, пророссийские, просоветские, источники румынские, международные, которые есть, и источники молдавские, в последние годы эта база, как говорится, исследования, оно увеличивается. И что очень важно для молдавских историков, что в конце концов мы можем сравнить, мы нашли уже дополнительные документы. И я хочу сказать, что именно по 17-му году, по декабрю, по январю и так далее, мы сейчас ищем и французские документы, потому что они очень важны. Мы говорили об открытии вот этого. И они не освящены до сих пор. Они не освящены. Они есть во Франции, но нужно их сопоставить, значит, с событиями, которые произошли. И надо сказать, что этот французский консул Сараил, который начал работать после 17-го декабря, роль его, как мне понимается, и это уже отражено в некоторых документах, она была очень странной. То есть на начальном этапе он пришел просто как человек, который держит связь Молдавской республики с Францией. Которую они как бы признают. Которую они как бы признают. Но уже на этом этапе начинается работа по унии, по следующему объединению Молдовы с Румынией. То есть создается ощущение, что вот этот план унирии, сами румыны об этом не думали. Значит... А похоже, что уже французы... Надо сказать, что идея... Это их идея. Это идея унирии появляется сначала. Французам в голову такое не могло прийти. Не французам, а румынам. Вы же говорили... На этом этапе. Они боялись русских. Да они с Альвии были окружены. У них не было буквально в стране. Они остались. Большая часть родины была оккупирована. Они об этом не думали. Значит, идея латинизма видно из Парижа. Да. Да. И надо сказать, что этот французский консул, оказывается, как я понимаю, и как я читаю уже документы, он просто координировал. Он начал интересоваться, кто такие эти лидеры, о чем они думают. Он начал передавать эту информацию и так далее. А самое главное, его интересует, чтобы эти лидеры Молдавской республики вместе с украинцами и вместе с румынской армией заменили русских на фронте. То есть молдаване и украинцев надо было использовать как пушечное мясо для продолжения бойни. То есть идет речь об элиминации ненадежных русских частей? Обязательно. Большевизированных и так далее. И кроме этого, на втором этапе, вы понимаете, все-таки самый главный для них столб на этом фронте румынском. Тогда была румынская армия, Румыния сама. Румынию надо было поддержать. И французы, то есть французское правительство поставило это очередную задачу. Сделать так, чтобы румыны после этого перемирия, не дай бог, не подписали мирный договор с Германией. Чего они боялись самого? Ведь перемирие означает только временное. Мы остановили, чтобы потом, потому что немцы давили Румынию, чтобы они подписали мирный договор. И хитрые немцы подумали, а почему бы эту морковку унилить, тоже не подкинуть румынам? Они так и подкинули, я вам скажу. Потому что на начальном этапе... И Берлин? Да, Берлин. Париж и Берлин? Да, Париж и Берлин. Берлин еще 26 ноября, когда подписывали Фокшанское перемирие, румынский генерал, который ввел эти переговоры, сказал так, мы не хотим уничтожения Румынии, Румыния может быть нашим сателлитом в будущее, мы от вас что требуем? Совместных проектов, экономических и так далее. Но у вас ситуация сложная, потому что здесь война. И вы должны уступить Добружу нашему союзнику Болгарии, а вы можете там посмотреть за пруд, тем более, что там будет анархия, мы раздавим. Челлендж, обмен. Да, мы раздавим Россию, да, вы выходите из войны. Это точка зрения Берлина. Это была точка зрения Берлина. И румыны, конечно, понимали, что с немцами будет серьезно, то есть надо будет им что-то уступить действительно, потому что после перемирия надо подписать договор. Они начали просить помощь у Антанта, а у Антанта войск нет, потому что Франция сама боялась Германии. Они боялись, что эти все войска немецкие перебросятся на Западный фронт. И тогда начнется... И тогда Франция начинает играть перед, значит, Румынией свою игру дипломатическую. То есть и те, и другие в качестве морковки предлагают Румынию и Бессарабию. Начинают предлагать Бессарабию. Вот так. Хотя это было, значит, на начальной метапе. Это и братья славяне. И надо сказать, что этот румынский консул и потом... То есть французский консул и румынский консул после 17 декабря они начали реально работать против лидеров Свату Церии. В первую очередь против Винкульца, против Ярхана. То есть они начали толкать их к тому, что вы понимаете, вы должны заключить срочно договор с Украиной, с Народной Республикой. И вот вы понимаете, что если мы не поможем, вы не включите... У вас заберут Хатин, Черновцы и Юг, Белгород-Днестровский. Если вы не подключитесь... Рада уже аппетит и так далее. Если вы не подключитесь к фронту, значит, вас раздавят здесь большевики, на вас не посмотрят ни Румыния и даже не мы. А если вы все-таки согласитесь идти на этот союз, продолжить войну вместо России, вместо с Украиной, вместе с Румынией и так далее, держать там этот немецкий фронт или румынский, как он тогда назывался, тогда мы вам дадим кредиты, дадим вам помощь. А надо сказать, что молдавское правительство уже в середине декабря было в сложном положении финансовым, потому что те деньги, которые они получали раньше от Щербачева и от Петрограда, после прихода большевиков, это все закончилось. И надо было платить государственному аппарату, военным, значит, и так далее, и так далее. То есть здесь появились проблемы. И безусловно, что лидеры Сфату Церии, то есть в первую очередь инкулец, он с этим, с этим французом, то есть с французским, начали находить общий язык. и попросили кредит. Ерхан встречался с ним, потом инкулец и так далее. Но все-таки лидеры республики, они ждали учредительного собрания. Они ждали, что вот соберется... Оно было анонсировано и все ждали, да? а потом в январе, значит, надо было собрать учредительное собрание, они все-таки ждали Москвы. Но ситуация республики была еще очень сложной со стороны Украины, потому что уже на Украине пошли стычки военной между большевиками и российскими войсками, большевицами. Аппетиты Рады стали на... Я опять повторяю, Хатин, Черновцы, мой отец родом оттуда, Белгород-Днестровский, Исмаил Килия. Это оставалось на повестке дня. Да. Кроме этого, есть факт третий, который вы прочитали в книге у Левита в декабре. Именно в декабре состоялось около 600 разных бунтов. Винные бунты, значит, против помеческих этих имений, захват. И кроме этого, в этом участвовали, конечно, и солдаты российской армии, но сами крестьяне, потому что солдаты... Им обещали землю и волю. Им обещали землю. И, кстати, Петроград обещал. И Петроград обещал, и прежнее правительство обещало, и так далее. И в этих условиях, значит, с учетом того, что молдавских войск было мало, около 7-8 тысяч, и 4 тысячи милиционеров, то есть это все... И тем не менее, они трансильванцев, которые пришли с востока, они их разбили. Я вам скажу, как раз я хотел об этом сказать. То есть это было боеспособно армия, но ее удалили. И когда начали просить помощи, сначала конфиденциально, кто может нам помочь? Могут, украинцы могут? Нет, это опасный, значит, регион. Дальше. Французы могут? Нет, они далеко. Поляки какие-то были рядышком, да, то есть какие-то польские, чешские войска. И вот инкулят, Австро-Венгрия, да. Австро-Венгрия, да. И в конце концов, значит, они с французами договорились, что пригласят трансильванцев, потому что они были пленные, потому что они принадлежали Австро-Венгрии, но с другой стороны, были и румынами, и венграми, и сашами, и так далее. И, значит, инкулят, и яркан, говорят, это может быть вариантом, но с учетом того, что они все-таки часть из них румын, здесь может возникнуть какое-то столкновение. Поэтому, в конце концов, что делает инкулец? Инкулец обращается к нескольким полкам украинским, казацким, то есть казаки. Не, казаки, это русские, их называли гайдамаки. Гайдамаки, правильно. На юге они там находят. Да, значит, они находятся там на юге, около Одессы, Херсона и так далее. Он обращается к этим и просит три полка таких, ему обещать. Больше того, он платит за это деньги, чтобы эти полки пригласить сюда, в Молдову, и чтобы потихонечку навести порядок. Молдавание, молдавская армия, молдавская милиция и эти гайдамаки. Но здесь начинается уже предательство, как вы говорите, потому что один из важных главных унионистов был Пеливан. И Пеливан, министр иностранных дел республики, он об этом узнает. И в тихарях он отправляется к румынскому правительству и генералу Щербачеву. И говорят, вы должны обязательно... И тут начинается предательство Щербачева, которое дает добро. Правильно. Вы должны обязательно дать именно румынские войска, потому что если придут туда украинцы, вы не сможете реализовать. Когда вы со мною говорите, он так сказал фразу 19-го числа декабря, когда вы со мной говорите, знайте, что я унионист, я выступаю за объединение. И мы должны эту Бессарабию взять сейчас. Сейчас идеальный момент взять, потому что другого не будет. И вот этот министр, Молдавский республик, Ирхан. Нет, не Ирхан. Ирхан. Именно Пелеван. Пелеван. Он начинает вереницу вот этого предательства, которое повторяется дальше. Второй человек, это заместитель Сфату Церри, заместитель председателя Сфату Церри, Халипа, который таким же образом выступает. В правительстве еще был Кадриану был, потом был этот Антон Крихан. То есть, несколько сторонников объединения, основных, скажем так. Основные. Хотя, надо сказать, что в Сфату Церри уже в январе месяце уже проглядывает приблизительно 20%, который начинает говорить. У нас денег нет, порядка нет, вы понимаете, что мы не сможем. Виктор, очень важный момент. Значит, я как бы со стороны тележрителей хочу уточнить. Знаешь, что получается? Начинается меняться не только политика Сфату Церри и директории, совета директоров, но и их состав. И состава еще пока. Еще нет. Но уже грядет. Учистки грядут. Начинается противостояние, какие войска пригласить. И надо сказать, что 27 декабря в Сфату Церри обсуждаются две резолюции по этому вопросу. Первый резолюция Молдавский блок и говорит, надо пригласить ту армию, где есть порядок. Какая армия имеет порядок там? Какой-то порядок. Это румынская армия. Поэтому надо пригласить румынскую армию. Остальные депутаты, их же было около 130, которые ходили на... Да, человек. Значит, они против. Они говорят, нет, румынская армия, это значит, здесь начнутся скандалы, мы знаем. И так далее. Они вообще, это вообще королевство, а мы республика. Они не поймут, они вмешаются. Они как будто чувствовали, вы понимаете, то, что в принципе случилось дальше. Они как бы предвидели, к чему дело пойдет. И поэтому они, депутаты, большинством голосов поддерживают другой проект. Проект, который выдвигают национальные меньшинства и социалисты. То есть, они выдвигают проект. Пригласить войска, дать. Но, значит, ни в коем случае не румынские. То есть, любые другие, но только не румынские. То есть, и тогда, и сейчас национальные меньшинства, украинские, русские, армяне, евреи, как аузы, они были на стороне со недостаточности. Тогда обвиняют в том, что Свату Церри проголосовал за приглашение российских войск, я читаю, в российской литературе. Это неправда. Это неправда. Вот документы конкретно есть. И они изложены не только у Леви. В тот момент нет. Это в тот момент нет. Это декабрь на дворе. Это было декабрь. О чем мечтал Свату Церри? Что они получат международное признание. Они готовят делегацию, отправляют ее в Брест-Литовск на переговоры, где было, чтобы нас признали страны, такие страны, как Советская Россия, как Украина, как Франция, как и все остальные, чтобы нас признали независимым государством. То есть, независимым государством, вы понимаете, они ратовали уже за признание. Короче, за что люди боролись, за то и ратовали. Но они, состав Свату Церри, надо сказать, большей частью, они дискутируют 27, 28, 29 декабря. Они все ждут учредительного собрания. Они хотят... Которое все откладывается и откладывается. Складывается, но уже, как говорится, в январе месяц открывается, в январе 2018 года открывается все-таки уже в Москве. И надо сказать, что когда она была распущена... Значит, скажем так, учредительное собрание ждали в Петрограде, которое не случилось. Да. Сказали, караул устал. Нет, случилось сначала. Нет, вначале собрались, а потом разогнались. Они открыли, они открыли, они работали несколько дней. Посмотрели, что они не туда, ветер подул. вышевики с самого начала хотели, значит, закрыть, потому что они проиграли выборы. Они уже власть взяли, они считали, что уже Россия, значит, принадлежит им. ну ты помнишь, матрос на меня ты вышел и сказал, ну, караул устал, и все. Через несколько дней... Тут происходят похожие вещи какие-то. Безусловно, но нужно сказать, что именно вот разгон учредительного собрания сыграл очень злую шутку. Он сыграл пример. Да, потому что после этого начинается вообще развал не только России, но в принципе начинается оккупация Молдавской республики. То есть все, и Украина, и уже Бессарабия... Начинают отпадать. Да, начинают отпадать, потому что сами французы понимают, что после этого разгона буквально начинается гражданская война. то есть с точки зрения дипломатической и политической они проанализировали очень верно. Они в принципе уже прогнозировали гражданскую войну. То, что случилось. Все понятно. Еще раз. Стартовым моментом был, как ни странно, именно разгон в закрытии учредительного собрания в Петрограде. Россия пошла по пути нелегитимного всенародного форума, а просто захват власти. Это вызвало гражданскую войну. это одна из деталей. Да, но очень важная. Очень важная. Вы правильно. Пример заразительного. Здесь для нас же самое главное есть то, что в конце концов под давлением этого французского посла и под давлением обстоятельств, которые были и под давлением того, что после разгона большевиков в Соколы весь большевистский штаб пришел в Кишинев. И они приехали в Кишинев. И тут обостряются борьба между Свату Церии. И совету, для тех, кто молдавского языка не знает, Свату Церии означает Совет страны. Это тоже совет? это тоже. И руководители республики Инкулент, после того, как штаб здесь появляется. И между двумя советами начинается борьба за власть. Он отправляет Ирхана на переговоры. Уже Ирхан появляется. Сначала Ирхан, сейчас Ирхан. Да. Он отправляет на переговоры с руководителем этого совета, с Милешином и Венедиктовым. И так далее. И начинается... Но те говорят, слушайте, мы получили приказ из Петрограда, надо взять власть. То есть, ему объясняют буквально, нам куда деться. Он говорит, слушайте, вы здесь развернете гражданскую войну. Вы что будете... Она сказать, что до 1 января между войсками молдавскими и большевизированием не было ни единого выстрела. Да, они были на разных позициях, но это были только дискуссии. Больше того, офицеры иногда встречались по вечерам, значит, встречались вместе. Встречались за чашкой чая вместе. То есть, молдавские части и российские части. Совет, то есть, руководители Молдавской республики среди некоторых... То есть, никакого кровавого военного противостояния между ними... До 1 января не было. До 1 не было. Не было. До румынских вот этих вот движений. И только 5 числа, когда, они не могут договориться. Вот в этом трагедии, вот даже, это урок для нынешних времен, потому что политические силы... История повторяется. Политические силы слева, политические силы с центра. Вместо того, чтобы найти консенсус. Вместо того, чтобы договориться, они начали слушать геополитических партнеров. Одни слушают француза, Сараила, а другие слушают, что им приказывает Ленин с Петрограда. И здесь, значит, начинается вот это... Геополитика, пожалуй. да. Геополитика. Французы направляют сюда этот полк тысячу трансилванцев. Значит, его останавливают в центре Кишинева, то есть, на железной дороге. Притом, туда побежали и отряды советов, и полк молдавский. Остановить. Вы кто такие? Почему пришли сюда? Вы нам не нужны. Значит, то есть, первая встреча с румынами для румын было неблагоприятной. Очень неблагоприятной. Их победили и разоружили. А их разоружили... Трансилванцев. Да, несколько человек. Там началась перестрелка. Впервые начинается перестрелка, надо сказать. Перестрелки такой большой у нас не было ни в октябре, ни в октябре. Перестрелка с румынскими частями. Именно с этими трансилванцами. Не между своими. Нет. С трансилванцами. С трансилванцами. И надо сказать, что они... Смотри, у нас, мне показывают на время. Время идет. Значит, мы делаем третью передачу. Скажи, вот, пару слов нашим дорогим телезрителям под конец, и мы анонсируем. Третья передача. Тема слишком серьезная, чтобы ее не закончить, довести до ума. Но мне хочется, значит, сказать, что многие народы все-таки научились на уроках своей истории не совершать больше ошибок. И в данном случае для Молдовы, для нынешней Молдовы, для политического класса очень важно смотреть и понимать, значит, уроки 1917-18 года относительно Молдавской республики. Уже очень они похожи на нынешние. Потому что тогда мы ее потеряли, как я понимаю, из-за геополитики. Да, там было и предательство, но больше все-таки там было в геополитике. Если лидеры политических сил и одних, не находят общий язык, не нашли тогда общего языка, надо было находить. И были такие попытки, и с одной и с другой стороны надо сказать. Но потом победила все-таки геополитика, то есть интересы Петрограда, интересы Франции и Бухареста. И Берлин тут. И Берлин еще вмешался. Это безусловно так. И на следующем этапе мы уже видим разрушение Молдавской республики. И предательство. И предательство, и я согласен с вами, надо поговорить в следующей передаче. И спасибо, что вы предоставляете возможность для такой, для очень важного разговора о нашей истории. Большое спасибо. Спасибо большое. С нами был Виктор Федорович Степанюк. Как вы видите, это человек совершенно неравнодушный к истории своего народа. А я считаю, что неравнодушие это есть главное мерило историка. Здесь невозможно не сопоставлять историю с современностью. От этого сопоставления зависит, каким будет наше общее будущее. Одно могу только сказать, что история предательства, она вечная история. Но мы должны знать и одно, что мы все-таки народ победителей. И, например, оба мои деда, которые погибли на фронтах Отечественной войны, один молдаванин и другой русский, завещали, как бы мне, которому никогда я их не видел. Но я всегда знал, что погибли они не напрасно. Они побили за победу и за победу нашего многонационального народа. Один молдаванин, другой русский. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова